это были волшебные недели а как иначе когда тепло море вкусная еда а вокруг улыбающиеся люди даже если эта командировка и приходится порою работать мы гостили на Коста-Бланка у Александра Дашевского и его команды и вот сейчас перед заключительной серией поняли что многое не успели рассказать про Испанию даже только про недвижимость не хватит ни 25 ни 250 серий и потому что страна многогранная и потому что меняется но в заключительной части будем о неизменном от красоте и о том что не успели показать вот например в последний день командировки заехали в город Дэния здесь начинается побережье Коста-Бланке бешеные красоты места замок порт типичные испанские улочки а вид с моря просто сумасшедший и виллы в окружении сосен а незадолго до этого мы были в кальпе и здесь кстати тоже говорили не столько о недвижимости сколько о красоте это катера для отдыха по приходе это не рыбацкой рыбачить здесь нельзя здесь туристическая зона это лодки которые приехали понырять аквалангисты я сюда люблю подниматься иногда потому что вот здесь особый цвет моря особый цвет здесь видно глубины и видно скалы даже видно иногда когда в хорошую погоду видно даже большую рыбу которая плавает над ней с такой большой высоты уникальное место вы наверное заметили что в нашем проекте мы куда меньше времени уделили северной части Коста-Бланке той же Дэния например но это уж целиком на совести нашего сопровождающего да Александр ты же сам признался какие районы твои любимые мне нравится зона города Бенидорма я просто обалдишь просто я сам из Украины скажу такое красивое слово в захвате да мне это восхищает восхищает просто потому что красивое место город в виде Нью-Йорка но небольшой вокруг горы очень красиво и я очень люблю релокосту потому что она новая красивая зеленая это количество гольф полей вокруг просто делает этот город необыкновенным широкие улицы много парковок комфортно здесь тихо кардинально за пять лет могу сказать что изменилось это количество людей которые приехали сюда жить уже на постоянное место жительства например город таревьеха увеличилась по площади и по численности населения я беру таревьеху и релокосту вместе взятыми они увеличились за последние пять лет ровно в два раза ты понимаешь где есть такое еще чтобы город вырос вот так тут не поспоришь коста-бланка как-то очень неожиданно стала регионом лидером то ли дело в особом климате то ли в относительно низких ценах на жилье она полюбилась иностранцам и лет за 10 плюс минус так получилось что вот именно эти места стали самыми интернациональными испании здесь в ариала коста 72 национальности проживают представляешь какой интернационал ты никогда здесь не почувствуешь себя иностранцам это очень комфортно для проживания никогда в ту историю не скажут по наехали никогда здесь этого не будет кстати вот эти по наехавшие они приносят на коста-бланку свою культуру свои привычки и часто очень часто это хорошо для региона здесь сейчас интернационал северная европы гище стало и культуре не в этой стране то есть ты хоть сказать что приехавши да да по наехать приносят суда культуру сетив свою культуру свой позитив на улицах нет бумажек они не валяются все это делают именно те люди которые приехали заключение остается один вопрос вот красивые парки вот новые дороги вот гольф поля экономика испании последние годы на подъеме регион коста-бланка тем более вместе с ней но ведь все хорошее когда-то заканчивается долго ли будет рост сколько еще продлится ажиотаж почему ты вообще уверен что опять через какое-то время все не накроется накроется однозначно только надо понимать когда как только недвижимости будут покупать большинство в ипотеку и минимум за собственные средства вот тогда можно думать о том чтобы надо продавать свою недвижимость сейчас такого нет сейчас 70 процентов 80 даже процентов покупают за собственные средства вот я говорю о тех же шведах и норвегах которые приезжают сюда выводят свои деньги из своих стран и покупают недвижимость за деньги без ипотеки и это как раз дает рост экономики испании а вот когда поменяется как это было 2008 году на 80 процентов это ипотечное кредитование и 20 процентов за живые деньги сам сам понимаю что это строительство того чего еще нет до его строят но денег подкрепленных нет все это мыльный пузырь который когда-то все рано или поздно лопит но пока этого пузыря нет и слава богу а мы завершая проект и понимаю что в сущности рассказать о многом не успели этому радуемся что не успели в 2019 продолжим 2020 подписывайтесь на наш канал и принимайте поздравления волшебная очень разная и очень красивая испания с новым годом а